Всем привет! У нас сегодня крайне необычный формат, но сами понимаете, какие у нас текущие условия. Пандемия, всё такое. Многие блогеры снимают дома, но почему бы и нам не снять? Почему мы находимся на балконе, сейчас вы поймёте. Я думаю, вы уже, в принципе, могли догадаться по названию ролика. Суть в том, что я сегодня вам хочу рассказать о том, что делать, если на ваших объективах, камерах или в каких-то, наверное, других устройствах, растянулись резинки. То есть имеются в виду, конечно, резиновые накладки, которые обычно присутствуют на многих каких-то элементах техники. Очень любят резинки компания Nikon, но и компания Panasonic от них не отстаёт. Поэтому сегодня у нас с вами вот такой вот объективчик. Это 14, если не ошибаюсь, 45 мм от компании Panasonic. Достаточно известный объектив, достаточно старенький объектив. Часто на нём растягивается резинка зума. Здесь вот, вы видите, я её уже снял. Сейчас я вам более подробно покажу, как она выглядит, насколько она растянута. И дальше расскажу, что мы с этим будем делать. Итак, вот сама виновница торжества. В принципе, выглядит вроде не так плохо, но проблема в том, что она легко надевается и легко снимается с объектива. И, соответственно, она не выполняет свою функцию. То есть она должна всё-таки плотно прилегать к, соответственно, кольцу управления фокусным расстоянием. Но здесь такого нет. Эта резинка достаточно сильно отстаёт. Я не знаю, насколько я смогу на камеру, которую сейчас записываю, это вам передать. Попробую сейчас поближе это дело подснять. Вы сами видите, что резинка, мягко говоря, лежит не идеально. И мы сейчас сегодня с вами будем это исправлять. А вот эта штука, это то, что нам сегодня поможет. Это бензин галоша. Калоша иногда пишут. Там, на самом деле, я так понимаю, разница в названии зависит от того, по ГОСТу она там не по ГОСТу, или по каким-то другим там этим штукам сделанным. Но, в общем, это не так принципиально. Суть примерно одна. Эта штука позволит нам обезжирить саму резинку. И мы поступим следующим образом. Мы нальем этот бензин, собственно, в емкость, в пластиковую емкость. Надеюсь, пластиковую можно использовать. Нальем его в пластиковую емкость. Положим, собственно, туда резиночку. И подождем, пока она отмолкнет. Но, я думаю, где-то в течение 50-60 минут будем ждать. И дальше посмотрим, что из этого выйдет. Собственно, мы работаем на открытом воздухе, потому что бензин достаточно сильно воняет. Я вот взял такие безворстовые салфеточки. Сейчас буду протирать эту резинку. И потом, соответственно, ее надену на объектив. Собственно, что вы можете видеть, это то, что резинка растянулась. И теперь никакого труда у нас нету надеть ее на объектив. И, собственно, будем ждать, когда резиночка у нас усохнет. Спустя один час резинка жалостно все еще ходила свободно. Поправили ее расположение на кольце зума. Но ждем дальше. Спустя два часа резинка плотно села на объективе. Вздутия почти не осталось. При повороте она не проскальзывает. На следующий день, а это уже около 16 часов спустя, резинка выглядела как новая, ну или вроде того. По крайней мере, меня результат устраивает в полной мере. Надеюсь, данное видео будет кому-то полезным. А на сегодня это все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал и берегите свое здоровье. В это трудное время. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова